Моё исследование Это описание всего исследования, которое было представлено на наших научных заседаниях в начале этого года. И я хочу сказать, что атеросклероз и сердечно-сосудистые заболевания – это очень важная проблема во всём обществе. В течение четырёх тысяч лет атеросклероз поражал человека. И таким образом мы имеем эти данные на данный момент. Результаты эти исследования были опубликованы в марте в журнале Lancet. Ну и действительно, это следовало за публикацией Джеки в апреле 2011 года. И вся команда, которая занималась этим исследованием, проводила пресс-конференцию. Это некоторые из участников этой команды. Это был глобальный проект, который включил медицинские центры по всему миру. На следе пионера палеопатологии Мак-Армен Рофер, который изучал палеопатологию в Древнем Египте, он умер в 1917 году, когда он возвращался из Египта в Великобританию, потому что торпеда от немецкого судна попала в судно, на котором он плыл. И поэтому доктор Рофер описал атеросклероз в 18-й династии мумии. Он изучал эти мумии, опубликовал эту информацию. Он сказал, что в 1911 году он говорил об артериальных поражениях, которые он обнаружил в Египте. Действительно, древние египтяне очень много знали о сердечно-сосудистых заболеваниях. И это папирус 1555 года до нашей эры. И он был найден в городе Луксор. И дело в том, что здесь изучают мужчину и смотрят, что у него болит, как у него болит сердце, руки, ноги, грудь. Это самое раннее описание инфракта миокарда. Но действительно, аналогия есть с современным атеросклерозом, о котором мы будем говорить в рамках моего доклада. Итак, 137 мумий из популяции четырех различных географических регионов были изучены этой группой. 76 древних египтян от 3100 года нашей эры до Римской эры. 51 перуанская мумия. Пять предков, которые жили на юге Соединенных Штатов. И пять унанганцев, которые жили на Алиутских островах. То есть вы видите географическое распределение этих исследований. Алиутские острова, Россия, Древний Перу, Египет. Ну и, конечно, это были... Некоторые они встречались вместе, некоторые отдельно. И некоторые из них встречались в Древнем Египте. Египетские мумии исследовались в различных организациях. Вы видите, Египетский национальный музей в Корее, Затем в Калифорнии и в Миссурии. Перуанские мумии находились в Национальном институте в Перу, в Миссутикардиологии. И они были получены в Трансмонтанах, в перуанских Андах. И они были очень хорошей сохранностью. И эта группа исследований, это три пещеры. И вы видите пять мумий, которые на Алиутских островах были найдены совместно в одной пещере, которая находилась на вулканическом острове Кагулана, который находился в 500 милях от материка Аляска. Это недалеко от России и Сибири. Они находятся в Смиссонском институте в Национальном музее естественной истории. Это Алиутские острова, их снимок сверху, где находятся эти мумии. Это пещера Вом на острове Кагами. И вы видите обычное сканирование этой пещеры и вы видите перспективу по-эбловски. Мумии были взяты в университете Консильвании, в университете археологии. И в основном они были в пещерах, найденные на юго-западе Юты, Юты в Соединенных Штатах. Это типичная пещера, где встречаются такие мумии. И здесь вы видите различные мумии в Каирском музее. И как их готовят к визуализации в обычных таких капсулах. Их готовят к визуализации. Ещё один пример. И компьютерная томография проводилась пятью кардиологами и двумя ардиологами. И атеросклероз был определён, была определена кальцификация вдоль стенки артерии. Возможно, если кальцификация наблюдалась по курсу артерии. Эта методология была описана в журнале Американской медицинской ассоциации в 2008 году. И это пример типичной египетской мумии. И вы видите ужасную, прекрасную степень сохранности. И здесь вы видите некоторые примеры кальцификации, как в правой, так и в левой коронарной артерии. Ещё один пример. Как мумия готовится к визуализации. И вы видите степень сохранности этой мумии. Вы видите вот эти ювелирные изделия. Ещё один пример. Это новое. С 1550 года до нашей эры, опять же, вы видите коронарное заболевание, его признаки, и воскулярные заболевания. И также существует здесь атеросклероз. И здесь показаны кальцификации. Вы видите кальцификации сонной артерии. Вот по мере того, как поворачивается изображение. Опять же, ещё один пример. Левая коронарная артерия. Кальцификация очень выраженная. Большинство таких мумий, они были, в общем, египетскими принцессами. В частности, вот это, Амос, Мир, Амон, 1550-й, 1580-й, дальше до нашей эры. Именно это переводится как «Дитя Луны, возлюбленная Амоном». Это первый известный случай атеросклероза, который вот таким образом описан. Вот вы видите здесь, она умерла в начале 40-х, была похоронена. И вот такие примеры заболевания коронарных артерий. Вот видите, можно здесь найти её кошелёк, какие-то другие мелкие детали. И сама она в своём саркофаге сейчас будет транспортироваться на визуализацию. Вот 3D, вы видите кальцификации, аорты, дуги аорты. Сейчас вы это увидите. Вот, мы, может, сейчас посмотрим, как они сохранялись, эти мумии. Вообще, в разных частях мира по-разному сохраняли, но можно посмотреть на сохранность, уровень сохранности. Опять же, уровень коронарных поражений просто поражает, насколько распространено это состояние именно в этой популяции. Вы видите, достаточно молодой, в общем, человек, но, тем не менее, антропологические методы показывают нам такое состояние. И вот ещё коронарные артерии здесь видны, видна степень кальцификации. Вот в этой популяции, которая жила на этих островах, там была такая связка геологическая между Аляской и Россией, исторической. Там было очень много миграционных процессов. Такой, так сказать, шёл хребет, что ли, связывающий. Вот так же мы видим, что можно сравнить, провести сравнение популяционное. Посмотрите, это вот подвздошная, вообще подвздошная артерия. Можно посмотреть, сравнить даже то, что мы видим на примере мумий индийских у перуанцев. Здесь вот первая команда в Перу. Это команда, которая проводила исследования. Доктор Джагарула, главные исследователи мумий в Перу, они хранились в таких мешках, которые вы видите. То есть в хранилище все эти мешки лежали на полу, эти останки. Они привозили сюда с гор и проводилось исследование. Рентген делался, искали, в том числе атеросклероз его проявления. И вот получили такие изображения, вы видите, вот так, в таком мешке. Они помещались, можно судить, о степени сохранности. И опять же, вы видите кальцификацию, которую мы... Так, такой же тип, как мы уже видели. Итак, 47 мумий из тех, кто мы изучили, показали нам атеросклероз. Всего из 137. Вы видите, 77 было мужчин, остальных женщин. И во всех четырех этих популяциях древних имело место это заболевание. Определенный атеросклероз мы видим, как вы видите, в каком проценте этого... Как распределяется процентное соотношение в этой популяции. Не было разницы между разными популяциями. Хотя одна из популяций, как вы видите, не очень большая и не очень хорошо изучена. Положение мягких тканей, примерно 25%. Пациентов и периферическая сосудическая система изучалась также и на основании результатов судили о степени развития атеросклероза. Мы можем посмотреть, как усугудлялась с возрастом индивидуума тяжесть атеросклероза. А вот здесь сравнение групп, которых не было атеросклероза, с теми, у которых был атеросклероз. И интересно, что более старшее поколение более тяжело страдает, многие умирали в раннем возрасте. Каков патогенез атеросклероза для древнего общества, даже в древнем игре Египта? Табак, конечно, не был риск-фактором, потому что он не был доступен тогда. Это не был фактор риска. Что можно сказать про диету? Привычки были разные в этих четырех популяциях. Вот алютские охотники, они ели морские животных, ягоды. И у них практически не было фермеров. А на Перу, например, домашних животных, кукурузу, картофель. Египет, высшие классы, животные, мясо животных. И не такое, конечно, содержание жира, как у мяса, которое ели алиуты. И еще мы должны не забывать про то, что одна из этих популяций жила в пещерах, использовала там огонь. И были они подвержены воздействию загрязнения дыма, который постоянно там горел. И они использовали для обогрева, для приготовления пищи. И вот это тоже может быть важно. Важно, это мы проследили в других популяциях. Приемы приготовления пищи, не только сама диета. Биопсия, ДНК, тоже морфология. Крайне интересно. Посмотрите, что может предиктировать риск для определенных популяций. Биопсия берется у одной из мумий, которая извлечена из такого мешка, который я показывал. Очень отличная сохранность. И совершенно другая техника сохранения мумий. Но тем не менее, и все равно мы находим, сохраняется, мы находим атеросклероз. В заключении, можно сказать, что группа Хорус обнаружила атеросклероз у древних людей. Людей, представляющих разные культуры, которые жили совершенно в разных географических локализациях. И это было уже 4000 лет назад. Атеросклероз, включая поражение корональных артерий, также обнаруживался в популяции неизвестной, как популяция, обычно развивающая атеросклероз. Это охотники не ожидали этого. И разные диеты, разная генетика, разные стили жизни, огромные географические расстояния между ними. То есть он сопутствует человеческой истории очень давно. Почему? Мы должны подумать о роли инфекции в воспалении. Это вопрос. Высоких уровней хронических инфекций, воспалений. Они могут промотировать развитие поражений сердечно-сосудистой статуре. Вот эти пюблоны унанги жили под землей и использовали внутри огонь. Все время подвергались воздействию дыма. Вдыхали его роль определенных частиц, загрязняющих атмосферу и окружающую среду. Может быть, это тоже способствует развитию атеросклероза. Мы говорим о том, что это может быть наследственным заболеванием, предоминирующим у человека. Может быть, заболевание наследуется и развивается по мере старения человечества, еще больше и больше наследуется. Здесь нет характеристик, касающихся специфических диет или стиля жизни. Предполагается, что наше понимание экзативных факторов атеросклероза неполное. И атеросклероз может наследоваться в процессе старения человечества. Атерома, например, это некий груз на плечах человечества, который циркулирует в генах веками. Факторы риска диеты, гены. И мы думаем о том, как это было в развитых странах, в развивающихся странах. И мы должны думать об этом с точки зрения эпидемиологии, смотреть на те страны, которые подвергаются наибольшему риску населения которых. И мы можем видеть, что Россия и другие также страны демонстрируют вот такие опасности, которые не связаны с инфекционными заболеваниями. Здесь и диета, здесь и курение и так далее. КТ, может быть, нам это поможет. Палеокардиология и современная ситуация. Мы можем проследить какие-то ниточки, провести от древних цивилизаций к наш, к нам. Это поможет нам открыть какие-то новые грани, которые нам неизвестны. И мы хотим пригласить представителей Российского общества кардиологии на ССИ-14, это будет в Вашингтоне, на следующий год. И там будут совместные секции проводиться вместе с представителями Российского общества кардиологии. Будут во время ланча интересные сессии. Я хочу пригласить Вас, чтобы Вы приехали. Спасибо большое за приглашение. И поздравляю Ваше общество с Вашим юбилеем. Ваше общество с Вашим юбилеем.